Как многие помнят, Всероссийская Федерация Лёгкой Атлетики была в позапрошлом году исключена из Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, потому что в допинге наших спортсменов обнаружили слишком мало крови. Доказать, правда, ничего толком даже не пытались. Кого в приличном обществе волнуют какие-то доказательства? Назначили виноватым, сиди помалкивай. Очевидно, что одарённые талантом и великолепными физическими данными, ну, типа сестёр Уильямс, спортсмены, способные побеждать в честном бою, могут вырасти только в свободных странах. Ну, правда, потом выясняется, что победители тяжело больны, и некоторым физические нагрузки категорически противопоказаны, ну, за исключением приседаний над унитазом. Но, видимо, успехи тяжело больных лишний раз должны показать, что в демократических странах даже больные легко побеждают в профессиональном спорте. С момента скандала прошло почти два года, но это вовсе не значит, что Россию уже можно куда-то пускать. Отличных спортсменов откуда-то с востока, да, пускать можно. Можно даже на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017 года, состоявшейся в городе Лондон, но под нейтральным флагом, в форме нейтральных цветов, без триколора, на ногтях, на лице или где-нибудь ещё, без попыток петь запрещенный гимн где-либо, включая собственный гостиничный номер. Даже мобильники спортсменов право играть российский гимн не имеют. Зрителям должно быть понятно, что спортсмены прибыли из ниоткуда. Нет у них никакой страны. И если Мария Лосицкине прыгнула выше всех, завоевав золотую медаль, это не потому, что её тренировали в России, как раз наоборот, это потому, что она тренируется и выступает сама по себе. Кстати, на месте США этим спортсменам после победы надо сразу выдавать гражданство США, а медали записывать в зачёт США, таким образом улучшая статистику родной страны в медальном зачёте. Нет ничего предосудительного в том, что на своих соревнованиях ты устанавливаешь свои правила. Примечательно, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев ещё три месяца назад отозвался о такой практике в положительном ключе. Я прекрасно понимаю, что спортсмен, у него есть свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, она не бесконечна. Должны прежде всего учитываться интересы самого спортсмена. Поэтому, если так получается, что вы находитесь на пике физической формы, возможно, наверное, и выступление под таким флагом. Конец цитаты. Вот у нас теперь все внезапно уверовали в Господа Бога, в том числе и спортсмены. Я напоминаю всем истово верующим. Дьявол обычно начинает с предложения «отрекись», «отрекись», «отрекись» и всё у тебя сразу станет хорошо, только «отрекись».